Всем привет! Мы снова с Пашей В прошлый раз катались с Денчиком, общались, теперь с Пашей Мы просто опросили всех участников соревнований, тренеров и спортсменов По поводу прошедшего Кубка Москвы, АВПЦ Но вот Паша тоже ездил с нами, был свидетелем И хотелось бы узнать его взгляд со стороны на это дело Расскажи, Паш, как у тебя впечатления Ты кого-то видел в выступлении? Дэна Дэна, да К девчонкам я, к сожалению, не попал, потому что на работе был Но мы поддерживали все вместе Дэна Было, конечно, классно наблюдать, как человек борется Добиваясь результатов На соревнованиях Пожинает плоды своих тренировок Что все это не просто так Конечно, обидно слышать На форумах, точнее, не слышать, а читать на форумах То, что люди, блин, поносят Бедный человек Да, не сломался Дэнчик Как бы ни хотели Техника там, все дела Ну Я не знаю, что там, почему Нельзя порадоваться просто за человека Что он там выполнил какой-то разряд или еще что-то А почему-то все время нужно облить говном это все Потому что, типа, херовая там федерация, блин, или там это легко Или там они все обколотые, типа, нету где пробы ставить Ну, не знаю, по нему, мне кажется, не скажешь, что обколотые, блин Он вечно на сушке, наверное, на винстроле сегодня сидит Да, 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 на винстроле выполняет, блин Вечно сухой Главное, человек радуется, он стремится к чему-то, развивается Я хочу сказать, что у всех, кто бы там ни писал У всех со спиной все хорошо, ни у кого ничего не болит Ну да, в принципе, травм ни у кого нет Да, просто все равно мы все учимся Мы же не профессионалы, там, какие-то, там, заслуженные мастера спорта Или заслуженный тренератор Да, пока еще нет Да, ну, все равно надо к этому стремиться Может, заслужим еще чем-нибудь Да Нет, мы поддерживали Дэну там была проблема с приседом Просто, наверное, расконцентрация Или от того, что он никогда с упоров с этих С монолифтом С монолифтом, да А так, встану, я очень, как бы, зачетно поднял и по технике Если посмотреть просто вот именно само выступление Просто, ну, не знаю, притязание там Ну, кстати, да, я заметил по себе тоже Вообще-то, ну, на проходке понятно, там вообще говерная техника Потому что ты пытаешься там всеми силами максимум поднять Ну да, главное, в зале-то там никто особо не смотрит на эту технику Ну да, и на тренировках тоже техника бывает там подкашивает Потому что, когда у тебя две тяги в день и в каждой по 10 подходов Ты под конец просто уже охереваешься Да, потому что недаром, к примеру, на соревнованиях многие заваливаются Ну, как бы, в плане техники Потому что в зале привыкают те, кто, ну, к примеру, не выступал Потому что, ну, сам по себе Когда ты вот жал уже там Ты же, ну, свои ошибки смотрел потом Ну да И поэтому в зале, когда люди делают и не выступают Почему вот те спортсмены, которые выступают, им уже легче То есть они уже понимают, что от них требуется на помосте Потому что в зале ты упираешься, поднять тебе похрен, какая у тебя техника Главное поднять, да, этот вес, все, зачет, все, я смог Ну, на самом деле, это главное на соревнованиях, оказывается Ну да, и на соревнованиях, но все равно же ты уже учитываешь то, что тебе будут судить судьи То есть просто так не прокатит Ну, в общем, я и по себе вижу, и по вот ребятам Что на проходке, что на тренировке техника так себе А на соревнованиях вообще все общее Да, как по учебнику Я потом смотрел видео, как Даша поднимал То есть просто вообще Ну да И Дэн тоже четко вообще просто без запинки все поднял Все пожал, все поднял, что хотел Ну да, а скажи, как вот твое отношение с точки зрения бодибилдинга? Ты все-таки пытаешься бодибилдингом занимать? Да, 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 я все-таки бодибилдинг Как тебя мотивирует вообще по обзору пауэрлифтинг, посещение соревнований по пауэрлифтинг? Мне очень нравится, что люди стараются достичь То есть любые тренировки, любое развитие – это хорошо В любом случае ты не сидишь на месте, ты развиваешься просто У каждого свои цели и нету смысла там, к примеру, говорить, что вот там пауэрлифтинг – это фигня Ну во-первых, в пауэрлифтинг, да Во-вторых, в федерации даже какая бы она ни была Любые соревнования Килограммы, они остаются килограммами Ну да, не, любой человек просто выступишь на любых соревнованиях – это уже уровень намного выше, чем тот, кто годами просто в зале сам для себя занимается Вот, это совершенно другой опыт, и после соревнований, даже самых тухлых там, самых говеных, ты все равно в зале уже себя по-другому чувствуешь, по-другому относишься к тренировкам Да, как-то уже по-другому смотришь вообще на тренировочный процесс, на все остальное Вот почему я говорил, что я, в принципе, за то, чтобы абсолютно все попытались выступить, ну, где кому удобно, где кто может, кому что нравится Потому что это просто очень хороший даже жизненный опыт, не просто спортивный, а именно жизненный Да, ты все равно борешься, даже не то, что там за какую-то медаль, а сам собой, то, что ты преодолеваешь эти веса, преодолеваешь упражнения Ну да, это еще для тех, кто говорит, что не надо выступать, пока нет, нет приличных весов и нет приличных результатов Так вот, как раз нифига, наоборот, пока их нет, надо выступать, набирать опыт Потому что такое реально бывает, когда люди копят силу, потом выходят и из-за техники там, или из-за волнения не могут нихера сделать, хотя силы у них полно Ну да, к примеру, яркий пример, этот Кубок Титана, когда забыл спортсмену Ну, кстати, да, грузин-то его Да, грузин, который снимал свои ролики, то, что приседает там Там с техникой вообще беда За 500 С точки зрения соревнований А он даже дальше первого упражнения не ушел, так что Поэтому пусть даже поднимает маленькие веса Вот как Ира у нас, у нее вообще было всего лишь 5 недель на подготовку То есть фактически она без подготовки выступала Вот, но зато она О, блядь, колбаснула у нас Но зато даже там, не подняв два подхода из трех Она уже пережила все вот эти эмоциональные волнения На следующих соревнованиях она просто будет заботиться уже чисто о выполнении упражнений А переживаний не будет, потому что она уже знает, что это такое, как работать перед публикой и так далее Так что это очень полезно, и мы с нетерпением ждем следующего турнира Да, когда он будет с этим? Восемь, да? Ну, планируем на продвижение, да, осень 2015-го, в октябре обычно этот турнир Я пока не планирую выступать